Привет, друзья! Мы такую прекрасную беседу сейчас провели. Там будет в Беларуси книжная ярмарка, и как раз таки сейчас ко мне обратились с издательства АСТ, ну такие прекрасные вопросы задавала ведущая. Я отвечал на эти вопросы. Скоро увидите, скоро увидите. И я там рассказывал ей о том, что у меня этот ключ в учебнике по физкультуре ещё давно и показывал этот учебник. Это вообще потрясающее дело в том, что уже это давно, это первое издание ещё было. Причём это же не я писал, это Министерство образования по российским школам. И сейчас новое издание, и там уже с картинками профессора Матвеева, учебник физкультуры Анатолия Петровича. Вы представляете, на самом деле надо было ещё сказать, что там и в методическом руководстве для психотерапевтов метод ключа обозначат как самый простой и эффективный метод. Но это же вообще, ну хорошие вопросы были. А когда же это было создано? Как было создано? Как это было в Центре подготовки космонавтов? Как это было для других людей? И как человеку, который не прошёл обучение, несколько занятий не прошёл, а как ему вот попал в давку там или где-то там, коронавирус или что-то вот, как ему ещё не зная, не пройдя тренинг этот короткий, там несколько занятий, как ему быть, какие там могут быть советы? Ну я там рассказываю, будет очень интересно посмотреть, вы посмотрите ролик сейчас, запись нам пришлёт. Ну и там, естественно, белорусская книжная ярмарка, там будет эта книга, вот, новая книга. Новая книга, но тут самое главное написано в названии, под заголовки «Заставь стресс работать на тебя». Потому что на многих сайтах я говорю, вот, всегда там пишут «Управление стрессом», но это не использование энергии напряжения стресса, это снять стресс. Ну, снять стресса можно разными способами, а вот использовать энергию стресса, это суперновая, этого в мире никогда не было, а в этой книге есть, да, это очень интересно. Мне очень приятно было с этой ведущей поговорить, я ещё раз благодарен ведущей и сопровождающему нас, который там сопровождал молодого человека, благодарен очень, и в конечном счёте я сказал, что книжка – это на самом-то деле вход в нашу школу, в нашей школе будущего, теперь все будут знать, и там как раз-таки есть ссылка на наш вход, и мы все вместе, и Белоруссия, и Украина, и Италия, и Греция, все участники школы человека будущего, где совместно создаём науку человечности, именно без которой и появилась вот эта вот эпидемия, и всё прочее, потому что именно человечность позволяет человеку быть ответственным за последствия своих поступков, за последствия своих деяний, и не спасла ни религия, ни классическая литература от этой пандемии. А наука человечности, она предотвратит будущее, всякие эти эпидемии, и всякие катастрофы, и войны, наука человечности. Это очень правильно, я сказал, и я думаю, что давно надо было это делать. Давно надо было это делать, и вот сейчас, наконец, мы это делаем. Друзья, пожалуйста, мы говорим о науке человечности. Пишите там ещё свои определения, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое чувство бесценности живого, что такое чувство сотрудничества, что такое созидание. Пишите эти определения, каждый, кто думает. И мы совместно создаём эту науку человечности. Но самое главное, что уже сам процесс объединения людей над её созданием этой новой науки, она новая. Потому что это именно наука. Это именно наука. Там определение. Да, поэтому, когда мы все вместе это создаём, мы уже генерируем востребованность человека, человечности, и тем самым мы уже улучшаем наше будущее. А без образа будущего нельзя. Вот я недавно слушал, и Родзинский говорил, и как раз таки из Украины. Там я очень люблю смотреть сейчас передачи там журналистов, которые беседовали со всеми, ну, со всеми великими актёрами, режиссёрами. Как же фамилия его? Ну, ладно, ладно, сейчас помню, скажу. И там он говорил с великим таким известным режиссёром, актёром, и задавал ему вопрос, почему же всё-таки у нас в России и до царя, и раньше, и при царе, и при социализме, ну, всегда так происходят какие-то проблемы, когда всё сворачивается в бюрократии, когда в чиновничество, и когда происходит централизация власти, несмотря на то, что попытки происходят демократизации и парламентской системе управления, с обратной связью, с народом, где народ действительно является главным, Гордон. И он разговаривал с этим актёром, режиссёром великим, отец которого написал «Брестскую крепость», он его спросил, почему же так происходит, а тот сказал, вот я не могу понять, действительно, на самом деле, ответа нету, надо изучать этот вопрос, он сказал. А я вам скажу, ответ вот он, национальная идея России здесь сказана у меня, в этом генераторе образа будущего, здесь сказано у меня, что в России это всегда происходило, по простой причине, что Россия находится в культуральном пространстве между Западом и Востоком, и всегда поэтому переписывает свою историю заново, потому что, с одной стороны, вектор идёт по свободам, по доминанте материальных ценностей, а с другой стороны, вектор идёт в определенные периоды истории по вектору духовных ценностей, поэтому, поскольку мозг состоит из двух половин, и поэтому появились и Запад и Восток, и Киплин говорил, Запад и Восток никогда не сойдутся, а Достоевский говорил, душа русского человека открыта всему миру, но это всё очень интересно, поэтому ответ здесь даден, и здесь метод-ключ, который может соединить всё человечество, и здесь как раз-таки как это сделать, потому что ключ для целостности человека, а здесь дадено, как сделать для целостности человечества, да, друзья, так что в Ридеры тоже берите эту книжку, смотрите, да, это очень интересно, вообще начинается интересная эпоха, я вам хочу сказать, потому что эта пандемия, она действительно с одной стороны разделяя людей, дала понимание, что такое расчеловечивание, и тут же востребовалось очеловечивание, да, как раз-таки я, поскольку я автор методов и прочее, занимаюсь тем, что инициирую и создал школу человек будущего, ну, как раз-таки для того, чтобы будущее у нас было светлым, да, светлым, до встречи, друзья. �сливо, Продолжение следует...